Открытие МФЦ для сотрудника банка без преувеличения события долгожданное. Пока не работал центр, кредитная организация не могла уведомить регистратора о снятии ограничений на действия клиентов с приобретённой недвижимостью. Мы все очень ждали открытия МФЦ, возможности сдать документы. С конца марта копили более 400 на моей территории, по моих коллег ещё больше. В Подмосковье осторожно с оглядкой на рекомендации Роспотребнадзора вводят послабление в режиме самоизоляции. После двухмесячного перерыва, выполнив санитарные требования, Щёлковский МФЦ возобновил приём. Первыми, кому смягчили ограничения, стали юридические лица и предприниматели. С 25 мая им, наконец, разрешили подавать и получать документы, но только по предварительной записи. МФЦ внутри по-другому выглядит. Сейчас это шахматный характер, мест для заявителей. То есть мы стараемся, чтобы между заявителями соблюдалось, между заявителями, между собой и между оператором социальной дистанции не менее полутора метров. Заявителя от оператора защищают защитный экран. На нём также нанесено обозначение, линия разметки на полу и также соответствующая наклейка информационная на полу. На первом этапе послабления МФЦ оказывается действие в получении семи востребованных услуг, включая регистрацию прав на недвижимое имущество и выдачу выписки из ЕГРП. Илья Рожков работает в компании по продаже земельных участков. Пока был закрыт МФЦ, количество сделок убавилось. Сегодня появилась уверенность, что договорные отношения перед клиентами будут выполнены. Сделки мы проводили с этими покупателями по предварительному договору. Сейчас мы заключаем основной, и люди наконец-то получают возможность зарегистрировать своё право. Ограничения социальные не доставили вам такого дискомфорта? Да, абсолютно никакого нет. Всё отлично, всё организовано, очень здорово. В Щёлковском МФЦ работают 12 окон, вдвое меньше, чем обычно, в Монино – 3. В подразделении Насвирской в среднем принимает по 270 человек. В зале установлены циркуляторы для обеззараживания воздуха. На входе организован контроль. Заявитель, приходя в МФЦ, набирает домофон, нажимает просто кнопку на входе, оператор ему отвечает, проверяет его пин-код, который ему присваивают при записи в МФЦ. И только после этого запускают при этом, меряя температуру. Те, кто в ближайшее время посещал МФЦ, могли обратить внимание на операторов, которые принимают звонки. Это Кулцентр губернатора Московской области здесь ежедневно принимает до 700 звонков на самые разные темы, не только касающиеся работы МФЦ, но и на любой социальный вопрос здесь дадут оперативный ответ. Большинство услуг можно получить в электронном виде, имея учетную запись на госуслугах, подтвердить личность для входа на портал, теперь можно и в кредитной организации. Заявитель может, как альтернатива МФЦ, воспользоваться кредитной организацией банком. Прийти в банк с паспортом и со СНИЛСом, и ему подтвердят его учетную запись. На следующем этапе снятия ограничений, МФЦ планирует возобновить работу с физическими лицами, также по предварительной записи. Послабление наступит при улучшении эпидемиологической обстановки, которая во многом зависит от соблюдения жителями масочного режима. Михаил Налетов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.